Вот художественный перевод предисловия Марка Энгеля книги Грегори Бейтсона 1971 года. Предисловие 1971 года. Я был студентом Грегори Бейтсона в течение трех лет, и мне посчастливилось помочь ему отобрать эссе, которые теперь впервые собраны вместе в этом томе. Я убежден, что эта книга невероятно важна не только для тех, кто занимается поведенческими науками, биологией и философией, но особенно для моего поколения. Поколение, родившегося после Хиросимы, которое ищет лучшее понимание себя и своего мира. Главная идея этой книги заключается в том, что мы сами создаем мир, который воспринимаем. Это происходит не потому, что вне нашего сознания нет реальности. Вьетнамская война все равно остается ужасной. Мы уничтожаем нашу экосистему и, следовательно, самих себя. Верим мы в это или нет. А потому, что мы выбираем и редактируем окружающую нас действительность в соответствии с нашими убеждениями о том, каким этот мир должен быть. Например, человек, который верит, что ресурсы планеты бесконечны, или что если что-то полезно, то большее количество этого непременно лучше, никогда не сможет осознать свои ошибки, потому что не станет искать доказательства их существования. Чтобы изменить свои глубинные убеждения, формирующие восприятие реальности, то, что Бейтсон называет его эпистемологическими предпосылками, человеку сначала нужно понять, что реальность не обязательно такая, какой он ее считает. Это нелегко и не всегда приятно. И большинство людей на протяжении истории, вероятно, могли избегать подобных размышлений. Лично я не уверен, что непроанализированная жизнь всегда не стоит того, чтобы ее прожить. Но иногда диссонанс между реальностью и ложными убеждениями становится настолько явным, что уже невозможно игнорировать осознание того, что мир больше не поддается логике. Только тогда разум способен рассматривать радикально новые идеи и восприятия. Очевидно, что именно к такой точке подошло наше культурное сознание. Однако наше положение несет в себе не только возможности, но и опасности. Нет никаких гарантий, что новые идеи окажутся лучше прежних. Также нельзя надеяться на то, что изменения пройдут гладко. Мы уже видим психические жертвы культурных изменений. Психоделики стали мощным инструментом познания. Они — самый надежный способ осознать случайность нашего обыденного восприятия. Многие из нас вынуждены были их использовать, чтобы понять, как мало мы знали. Однако слишком многие потерялись в этом лабиринте, решив, что если реальность не такая, как они представляли, то она вообще лишена смысла. Я знаю это место. Я сам был там. Насколько мне известно, есть только два пути выхода. Один из них — религиозное обращение. Я пробовал даусизм. Другие выбирают различные варианты индуизма, буддизма и даже христианства. А в такие времена всегда появляется множество самопровозглашенных мессий. Некоторые, кто изучает радикальные идеологии, делают это по религиозным, а не политическим причинам. Этот путь может удовлетворить некоторых, а всегда существует опасность скатиться в сатанизм. Но я думаю, что те, кто выбирает готовые системы убеждений, теряют шанс на действительно творческое мышление, а возможно, именно оно и способно нас спасти. Второй путь — это продумывать все самому, доверяясь разуму и принимая как можно меньше на веру. Интеллектуальная деятельность, от науки до поэзии, не пользуется популярностью в моем поколении. В этом виновата наша так называемая система образования, которая, кажется, специально устроена так, чтобы не позволить ее жертвам научиться думать. При этом внушая им, что думать — это значит зубрить учебники. Кроме того, чтобы научиться думать, нужен учитель, который сам умеет думать. Уровень того, что считается мышлением в американском академическом сообществе, можно по-настоящему оценить лишь на фоне таких людей, как Григори Бейтсон. Но даже без этого очевидно, что многие из лучших умов моего поколения уже отказались от поиска лучшего. Однако суть всех наших проблем заключается в плохом мышлении. И единственное лекарство от этого — это лучшее мышление. Эта книга — образец лучшего мышления, которое я встречал. Я рекомендую ее вам, мои братья и сестры новой культуры, в надежде, что она поможет нам в нашем пути. Марк Энгель Ганолулу, Гавайи, 16 апреля 1071 года.